Всегда ли говорение на иных языках это свидетельство именно о крещении Святым Духом? или человек только крещенный Святым Духом может молиться на иных языках или все-таки это может проявляться как-то иначе или человек может быть крещен Святым Духом и не молиться на иных языках возможно, как это понимать? — Здесь вот хочется чистоты тогда, да, Писания, чистоты Евангелия, да. Если мы смотрим на конкретный случай, когда сходил Дух Святой, и мы называем это крещение Духом Святым, именно погружение в Дух, то оно всегда сопровождалось говорением иными языками. То есть мы видим Пятидесятница, вот они ожидают, они ждут. И что интересно, вот часто мы хотим, чтобы вот наша теория, она нам объяснила практику. То есть мы смотрим на теорию и думаем, вот должно произойти, чтобы я все понимал, потому что у меня есть теория, и вот так должно происходить. Но когда речь идет о Духе, то часто происходит наоборот. Происходит что-то на практике, что-то невероятное, и эта практика помогает тебе истолковать ту теорию. То есть Иисус сказал, что вы примите силу, Иисус сказал, что в Марке 16 глава, что вы будете говорить на иных языках, и вот он ушел на небеса, 10 дней, они сидят и ничего, и как это на иных языках, а что это будет, а как это, и они не понимают, как это. Теория не помогает им понять. Но когда это сошло, понимаешь, а вот о чем Иисус говорил, вот, и ты из практики толкуешь теорию. И так же было много раз, когда пророчества происходили, сначала они не понимают это пророчество, а когда это произошло, они понимают. И вот мы видим Пятидесятница. Кстати говоря, Пятидесятница это не менее значимый праздник, чем Рождество. Потому что Третья Ипостась Бога, вот она явилась на земле, это такой же праздник, это вообще чудо, это, ну, нужно так же веселиться и праздновать, и поздравлять друг с Пятидесятницей, да? Да, да, да. И, понимаешь, потом, вот, представь, какой поворот в церкви, то есть вот они сидят, вот они начали потом, Святой Дух сошел, они начали проповедовать. Но Иисус сказал, что вы будете проповедовать мне в Иерусалиме, Самаре и до края земли. Но они пока проповедуют вот в Иерусалиме, чудеса происходят и так далее. И потом, чтобы они пошли до края земли, что происходит? Петр видит видение, приходят слуги Корнили, он идет к ним, к язычникам, к нечистым, которым, понимаешь, ну, он бы не пошел без знамения, без чуда. И когда он им проповедует, на них сходит Дух Святой. И это поворотный вообще момент в истории церкви, потому что вдруг церковь именно из-за этого момента начинает принимать язычников, начинает открывать двери. Почему? Потому что на них сошел Дух Святой, и они заговорили на иных языках. Павел, когда он был ослеп от встречи с Иисусом, да, и когда приходит к нему Анания, он ему говорит, тебе должно исцелиться, ты должен прозреть и исполниться Духом Святым. И дальше мы знаем, Павел говорит, я больше всех вас говорю на иных языках. То есть вот эти все моменты, если смотреть, то мы видим, что да, именно крещение, оно сопровождается этим знамением. Но, мы уже в кулуарах говорили об этом, нужно различать, что рождение свыше, когда человек просто, его дух возродился, когда он становится новым творением, это одно. А погружение в дух, это другое. Точно так же, как ученики, они были уже рождены свыше, потому что они ходили с Иисусом, они уверовали в Него. У них были признаки рождения свыше, о которых Иоанн говорит в послании Иоанна и так далее. Но они не были еще крещены. И вот когда они крещены были, на них сошел Дух Святой, они заговорили языками. Так много всего сказано, Светлана. Простите, я, может быть, слишком быстро говорю, хочется успеть. Но я хочу сказать, что на самом деле вопрос был у вас, Кирилл, что свидетельствует ли это о том, что человек крещен Духом Святым. Да, 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 то есть говорение на иных языках, ты всегда говорит о крещении Святым Духом. Но я на самом деле переживала то, что сила Святого Духа сошла на меня, прежде чем я заговорила на языках. То есть это дар, и я понимаю, что это дар, доступный абсолютно для всех, но не все его, как сказать, может быть, востребовали. Вот как лучше сказать. И все, может быть, хотят этого. То есть извещение о посылке пришло всем. Да, оно лежит, посылочка, пожалуйста, получите, идите, придите, распишитесь. Но есть такой момент, что есть люди, скажем, которые могут продемонстрировать говорение на иных языках. Да, к этому и служителю подошла женщина и сказала, я могу тоже говорить на иных языках, хотите, я вам покажу. Вот, и на самом деле это не были языки от Духа Святого. И здесь такой момент есть. В нас входит Дух Святой, и Он же через нас говорит. Но если человек не рожден свыше, а оказалось, что это женщина, этот служитель получил слово знания от Духа Святого, что эта женщина не рождена свыше, он сказал, скажите, Иисус, кто для вас? Это ваш Господь. И она не могла сказать, что Иисус это мой Господь, потому что можно назвать Иисуса Господом только Духом Святым. И у нее возникла проблема, и Он просто стал молиться за нее, чтобы Бог освободил ее. И она смогла произнести молитву покаяния, после этого ее наполнил Дух Святой. И действительно, после этого только она заговорила на тех иных языках, которые были от Духа Святого. Слушайте, мы об этом поговорим немножко. Это прям вообще кто-то, кто сейчас только подходит к этому вопросу и пытается решить, как вот ему все-таки, получил крещение, не получил, от Бога эти языки, не от Бога. Сейчас же понимаете, да, там внутри-то все, ну, очень там искры летят, наверное, в голове у кого-то из зрителей. Потому что это сверхъестественные вещи, это мир, который для нас сокрыт от наших глаз. Ну, это очень персонально. То есть написано, что никто не знает, что в человеке, кроме Духа Человеческого. И то есть человек может имитировать что угодно, понимаешь, он может подражать, там, как лают собака, он может еще подражать, он может наслушаться, как говорят на языках, выписать сетрадочку, выучить, вызубрить, ну, и повторять это. Но по факту вопрос в чем? Кому-то что-то доказать или пережить личную встречу? То есть если мы говорим, что человек вот один на один в тайной комнате, он может сам признаться, что вот он понимает, что ему это надо, вот я понимал, что мне это надо. Это был мой личный диалог с Богом. Это не то, что вот я хотел кого-то впечатлить, что я говорю на языках или не говорю на языках. Вот если это личный диалог с Богом, то я думаю, здесь уже вот происходит эта искренность, происходит этот поиск, а Бог с искренним, искренним. Скажите, а вот про крещение Духом Святым, мы вот разговаривали уже, крещение Святым Духом. Вы просто свидетельствуете о таком ярком, сильном переживании. Если человек, возможно, кто-то нас сейчас смотрит, он молится на иных языках, но он не может свидетельствовать о том, что сказать, что вот было что-то такое, я пережил там какое-то прикосновение, какое-то особенное ощущение, не знаю, мурашки, покалывание, там еще что-то. Неважно, может быть, ни мурашки, ни покалывание, но вот он не пережил, ничего такого особенного не было, но он молится на иных языках, возможно, годами. И замечательно. И пусть он продолжает молиться, такой человек Когда я начала молиться на иных языках Да, я почувствовала некую радость Да, я пережила физически Некоторую силу Но это не было так, вау, какой-то взрыв Но, вы знаете, я просто смотрела На своих друзей В церкви, и я видела, как они горят Сильно для Бога И меня это так прямо, ну, сами понимаете Так задевало Я тоже так хочу, я тоже хочу быть такой смелой Я тоже хочу быть такой вот сильной Почему я не такая? И мне это очень все было Как сказать, тяжело проходить Я каждый день молилась Просто делайте это каждый день Если нет силы, продолжайте делать все то, что вы делаете Молиться, изучать слово И искать Господа И обязательно чудо придет Вот однажды я так сидела дома и молилась И я такая, Господи, я так хочу Какое-то увидеть чудо Я так хочу какой-то подвиг для тебя совершить Вот такая у меня молиться была На самом деле мы можем молиться на иных языках В любой момент времени Когда я дома занимаюсь домашними делами Я могу разговаривать на иных языках И вот я так дома сидела и молилась И вдруг происходит вот что Ко мне прибегает моя подруга И говорит, там человеку на улице плохо Бежим быстрее И вот ее предыстория Она шла по улице И один человек подошел к ней И она начала ему проповедовать И свидетельствовать об Иисусе Христе И стала предлагать ему покаяться Он такой, слушай, да я видел сатану Я сатанист, я вообще ему поклоняюсь Я там пентаграмму видел, еще что-то Что ты мне тут такое рассказываешь Вот, она такая, ну что Господь хочет дать тебе вечную жизнь Он говорит, да какая вечная жизнь Да я сейчас человека иду убивать Я вообще сейчас и тебя могу убить Она такая, слушай, мужик Мне вообще все равно, убьешь ты меня или нет Если ты меня убьешь, я пойду на небо Я не боюсь И они доходят ровно до моего двора А я в этот момент Как раз занимаюсь своими делами И молюсь, господи Я так хочу увидеть какое-нибудь чудо И такое, ну что-нибудь Такое сделать для тебя И вдруг в моем дворе Он сказал, вот если Бог есть Пусть он мне себя покажет Она говорит, слушай, я не Бог Мужик, я не Господь Но если Бог хочет тебе показаться Он тебе обязательно покажется Я-то здесь при чем? Или ты сейчас каешься? Или отстань от меня вообще? Я по делам иду Ну, она очень просто проповедовала И он такой, ну ладно, давай попробуем И он начал пытаться произнести молитву покаяния Но он никак не мог произнести имя Иисус Потому что вот тот нечистый дух Который получил доступ к его жизни Он начал мучить его Он начал орать прямо во дворе Она бежит ко мне Я бегу вниз Я не понимаю, что происходит Вот я просто спустилась Вижу, совершенно адекватный мужчина стоит И мы начинаем просто молиться И этот мужчина превратился В какого-то зомби апокалипсиса Он начал бросаться на нас Как в кино показывают Вот так вот И было ощущение И я такая Господь, ангелы твои здесь И мы стояли и молились духом На иных языках И было ощущение, что мы стоим просто под куполом И он бросается на нас А тронуть нас не может И потом мы увидели Как какая-то сила Как будто зашквар никого схватила И прямо в железную дверь Моего подъезда И вот он продолжал карабкаться Мы продолжаем молиться на языках Потому что у нас больше ничего нет Что в такой ситуации делать? И мы продолжаем молиться Да, у нас нет ничего Простите, ни пистолета, ничего У нас нет самозащиты Кроме Духа Святого И кроме Господа Нас никто не может защитить В таких ситуациях И вдруг В какой-то момент Человек разворачивается И он такой У меня все горит внутри У меня горит Он расстегивает куртку Был темный вечер зимний И он такой Что такое происходит? У меня все жжет внутри И такой Я вижу свет Я поворачиваюсь назад А там соседний подъезд И фонарь горит Думаю, ну фонарь Он такой Я вижу свет Я вижу крест Кто это на кресте? Мы такие Это Иисус И он сказал Он перестал видеть нас Он сказал Господи Какой у тебя крест Прости меня И он Не видя нас Он находился В другой реальности Мы стоим Продолжаем молиться Духом Он достает из-за пазухи Какую-то штуковину В пакете Достает и протягивает Ее Господу Мы в этот момент Хватаем А там чугунный Набалдашник От кровати Мы выбрасываем И он такой Господи Прости меня И вдруг Он приходит в себя И говорит Я не вижу его Где он? Я хочу его видеть Мы такие Ну расскажи Какой он? А он такой Он такой прекрасный Он так меня любит У него такие глаза И он нам начинает Рассказывать о Господе Мы повели его Как ребенка домой Потому что он был Совершенно обескуражен И мы стали спрашивать Ну кто вы? Ну расскажите о себе Он такой Я ничего не хочу знать Я хочу быть С моим Господом Он нам рассказывал Как выглядит Иисус А мы стояли просто И плакали Потому что мы Верили Но не видели А он никогда не верил Но он увидел Иисуса Вы представляете? Вот такой случай был Ну вообще конечно Невероятно Да Это было Да Но в Петербурге Знаете Всякое происходит Это было не в Петербурге А слава богу Слава богу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова